Привет, спасибо за фидбэк, который был под видео о стельках, то есть эта тема многих интересует. Меня тоже, не зря я интересовался, какие лучше, что зачем, почему, но это были стельки для велообуви, велотуфлей, и имели немного другие функциональные особенности, чем стельки для обычной обуви, в том числе на обычной обуви мы ходим, то есть имеем возможность полной стопой совершить контакт с поверхностью земли, и, конечно же, такое на велосипеде невозможно, потому что педалька зачастую либо в передней части обуви, либо в средней, и если у вас, как и у большинства, вот такие вот ботинки, не совсем такие, это Альтра, Олимпус, самый высокий у этого производителя, 36, по-моему, миллиметров, то есть гигантская подошва, но у этой фирмы характерная особенность это Zero Drop, то есть нету оффсета, 0 миллиметров, пятка находится на том же уровне, что и носок, вот, но все равно, не буду уже больше доставать, видели, какая огромная платформа, то есть нога не совсем понимает, на что она наступила, да, и, соответственно, сигналы тела, центральной нервной системе идут не совсем правильные, то есть что это значит конкретно и к чему я веду? Естественный бег, естественная ходьба, она в том числе была описана вот где-то вот в этом видео, то есть заключается в том, если коротко, что ты наступаешь на переднюю часть стопы, и потом только идет пятка при ходьбе, и при беге ты, конечно, используешь только переднюю и среднюю часть стопы, это если коротко, и, конечно, в такой обуви с высокой платформой нога не совсем чувствует себя естественно, я показывал недавно обувь от Viva Barefoot, там 5 миллиметров подошва, есть Vibram, который я тоже показывал, Sia Knight LS, там 3 миллиметра подошва, то есть буквально ты находишься вот на земле, и нога все это чувствует, и соответственно настраивается на каждый шаг, получается в результате постоянных тренировок более-менее естественно, и проблемы с хождением уходят, но что делать, если у вас вот обувь все-таки с небольшим офсетом, либо с такой огромной подошвой, я нашел вот такую вот стельку, называется Shoo Q, или как-то так, в чем особенности, это, да, мешок, ничего особенного, вот, собственно стелька выглядит довольно-таки обычно, да, то есть нос, не знаю, совершенно обыденно, но главная фишка в пятке, да, тут видно пупырышки, так можно увеличить что ли, да, вот пупырышки по всей пятке, да, то есть, не знаю, искусственно или нет, но нога будет в, если вы не наденете там супер толстый носок, но чувствовать, что наступило вот на что-то такое неприятное, то есть, что обычно и происходит при естественной ходьбе, если вы ходите полностью без обуви, то есть на пятку наступать больно на самом деле, и здесь тоже какие-то вот эти пупырышки вызывают определенную реакцию у нервных окончаний в ступне, и соответствующие сигналы идут центральной системе, и вы стараетесь не наступать больше так ярко выраженно на пятку. Я бы купил и опробовал эти стельки для вас, если бы купил еще одни альтра, но сейчас я взял курс на более естественную обувь, то есть Vivo Barefoot Vibram с более низкой подошвой, то есть буквально 3 мм, 5 мм, но мне пишут в том числе люди, которые вынуждены, не знаю, целый день по работе, или что стоять, или такие мелкие прогулки совершать, или какие-то там 20-километровые прогулки по парку, городу и так далее, и возможно люди, которые совершают какие-то более объемные тренировки по бегу, или марафоны, ультрамарафоны, не важно. В общем, там, конечно же, вот эти супер тонкие подошвы, я не знаю, некоторые люди, конечно, в Vibram пробегают ультрамарафоны, и во всяких там сандалиях и так далее, но все-таки такая гигантская подошва на таких дальних дистанциях, или в таких сценариях использования будет, на мой взгляд, определенно полезнее, то есть больше абсорбировать всякие удары, да, то есть камни реально, то есть то, что может травмировать или создать просто лишний стресс. Для таких людей как раз вот Альтра с их Zero Drop'ом и с хорошей подошвой Олимпус, отличная модель, если бегать в лесу, наверное, что-то в таких каких-то условиях, потом Torrin, Torrin тоже хорошая модель для более коротких дистанций, и Hoka One One тоже с огромной подошвой бывает, вот там как раз вот эта стелька подойдет, потому что там офсет имеется. Это моя короткая находка, и совет для вас сегодня, тем, кто ходит не в совсем правильной обуви, но хочет ходить правильно, возможно, это будет вариант. Спасибо за внимание. Та-дам.